Вообще, я человек независливый, я не завидую, вообще женщинам не завидую. А у нас есть отваля наша, вот я ей завидую. Вот вы не представьте себе женщину, как... Да она такая некрасивая, что она даже не стесняется. Понимаете? Вот это мужики придумали. Вот это вот придумали, что не бывает некрасивых женщин, а бывает. Как вам, паразитам, всегда ее мало. Нет, ну правда, ну это же... Она такая, она даже... Я вам скажу. Она даже не замечает. И главное дело, она даже с иронией к этому относится. Она тут была в каких-то гостях, засиделась в этих гостях допоздна. И один пошел ее провожать. И по темноте, слово за словом, он ее к себе домой привел. А утром он проснулся, когда ее разглядел, он порезался, когда брился. Хотя брился электрической бритвой. А потом он как внизу говорит, простите, я себе ничего ночью не позволял лишнюю, она возьми, да пошути, позволял. Так он еще раз порезался, а сверху ему еще током долбануло. Вы понимаете? Ну вот такая она. Знаете, когда я с ней в школе училась под водной, и у нас говорили в классе так, Хочешь себе мужика склеить, с Валькой иди гулять, будешь розой на фоне навоза. Он говорит, на нее посмотрит, сразу к тебе сбежит. Это так про нее говорили, а нам же жалко, девка-то хорошая. Подумаешь, нехрасиво. Я вам больше того скажу. Знаете, мы же ее все время учим. Вот Маргарита Васильевна, она ее все время поучает, Маргарита Васильевна. Она говорит, Валя, ты должна научиться стрелять глазами. Понимаешь? Стрелять, как автомат Калашникова. Понимаешь, 600 выстрелов в минуту, столько же мужских трубок. Ты вспомни, как нас бабушки в детстве учили, Маргарита Васильевна говорит, смотри, как стрелять глазами. Глазки в сторону, на нос, на объект и стыдливо вниз. В сторону, на нос, на объект и стыдливо вниз. Слушайте, на следующий день Валька приходит. Вся какая-то растрепанная, вся какая-то такая всклокоченная. Ну что, она говорит, я всю ночь чайник обстреливала. Весь в дырках, не знаю, как воду буду кипятить. Еле утра дождалась, села в маршрутное такси. Смотрю, объект. Я глазки в сторону, на нос, на объект. Глазки в сторону, на нос. Ну что, он говорит, выскочил раньше, чем остановка. А Маргарита Васильевна говорит, а ты стыдливо глаза опускала вниз. Она говорит, нет, она говорит, ты опусти, ты же в ночной сорочке выскочила из дома. Не, ну вы понимаете, ну девку-то жалко, честное слово. Ну, ну классная она. И главное дело, знаете, она говорит, это красиво мне легко. Она говорит, я хотела как в рекламе по телевизору, помните, показывают твою рекламу, это головокружительный объем волос, помните? Она говорит, я хотела как в рекламе. Я, говорит, вымыла голову этим головокружительным объемом. И так волосы, так, вот так, волосы, вот так. И об косяк дверной долбанулась. Вот и все головокружение. Ой, это Маргарита Васильевна, она без конца говорит, Маргарита Васильевна говорит, ой, девочки, замужество, это вообще мираж. Замки, пальмы, верблюды. Вначале исчезают замки, потом пальмы, остаются одни верблюды. Он у нее уже третий, и тот плевать на нее хотел. А Жанна у нас, она все время говорит своему мужу, ой, ты, говорит, артист, ты плохо. Исполняешь роль супруга, понимаешь? В первом акте еще туда-сюда. А во втором у тебя занавес падает. А он ли отвечает, ну, я же не могу все время играть премьеру в старых декорациях. Ну что, я не права, что ли? Вот я рассказываю, девчонки, как есть, я же ничего не скрываю. Я говорю вам, как есть, все как есть. И главное, это Маргарита Васильевна, она была красавицей. Она была в детстве такой красавицей, отбиться не могла. Наконец отбилась. Теперь живет отбитая. Два кота, пепельница вот такая. И каждый вечер она вспоминает бывших своих, так перебирает фотографии. Ой, Вася Васильевна. А это Костя, Косточка, чтоб ты ею подавился. Боже мой, Франц, ах, был летчик. Никогда не долетал до своего аэродрома. Ночевал на запасных. А это кто? Я что-то вспомнить не могу, кто это. Подожди, подожди, смотри, прическа длинная, лицо такое круглое. Кто это? Все, память плохая, все стареет. Ну что-то написано, Михаила Ломоносов. Где ты сейчас, Мишка? Жив ли еще? Помнишь ли своего пупсика? А Валька недавно приходит, я почему-то, говорит, что завидую. Приходит, глаза горят, красивая, как не знаю, как Валька, что. Она говорит, представляешь, мне Славка предложение сделала. А Славка это водитель нашего шефа возит. Я говорю, да ты что? Она говорит, поймала меня в коридоре, затащила в комнату, посадила меня на шкаф. И мне говорит, я тебя люблю, Федор, я тебя люблю. А я говорю, а ты? А я говорю, а почему? Он говорит, потому что ты самая красивая. А я, говорит, на тебя в зеркалку смотрю, правда, самая красивая. И что ты? Она говорит, я ему сказала, я согласна. И он побежал, а ты чего хромаешь? Он говорит, так обратно все, что забыл меня со шкафа снять. В пистолете, в пистолете. Я посмотрела на меня, думаю, правда, такая красивая. Просто очень, очень. Ведь, как говорят, красивая та, которую любит. АПОДИСМЕНТЫ АПОДИСМЕНТЫ АПОДИСМЕНТЫ